А пока учебные заведения привыкают к обычной школьной жизни, первая православная гимназия Челнов только начинает свой рост. В пятницу в праздник Успения Пресвятой Богородицы здесь дали старт бетонным работам, а это означает, что скоро фундамент сокольного этажа будет готов. Напомню, обучаться в гимназии смогут около 150 человек по принципу школьного дня с дополнительными занятиями. Подробности далее. Под звон праздничных колоколов строительная площадка принимает тяжелую спецтехнику. Бетонный мешалка вместе с кранами готовит бетон под фундамент сокольного этажа гимназии. Это будет первое из нескольких зданий, которые в будущем составит духовно-образовательный комплекс. Строится центральный корпус, где будут все учебные заведения, будет сидеть администрация, будет столовая. Второй, третий этап – это у нас получается актовый зал, тоже очень важная часть, и спортивный зал, без которого Соснагрошкола и не может быть. Сокольный этаж мы хотим уложить до зимы, чтобы все закрыть. То есть у нас пойдут после заливки ростверка три ряда ФБС, потом заботовочный кирпич у нас красный пойдет. Этот весь процесс у нас займет, до конца недели должно все залить. Как известно, фундамент в строительстве – основа основ. И вот начало у большого дела, которого здесь ждали несколько лет, дан старт. По словам священнослужителей, в Автограде уже сейчас интересуются обучением гимназии. И не случайно. В Челнах действуют православные классы, работающие по системе русская классическая школа, которые потом вольются в состав этого учебного учреждения. Уже известно, что гимназия будет построена в трех цветах. Сокольный этаж будет выложен темно-серым кирпичом, фасад здания светло-желтым с белыми вставками. А после возведения главного корпуса приступят к строительству стадиона и спортивных площадок. Любовь Захарова, Тагир Бекметов, Радий Ганеев, Челны, 24.